Звук появился. Звук появился. Если он нерегулированный, то у него должна быть большая высота на 130 мм. То есть, если он регулированный, то он должен быть минимально 150 на 150 мм. Если он неподвижный, то он должен быть 150 на 280 минимум, либо больше. Соответственно, сам подголовник должен быть выполнен из материала, соответствующего стандартам. В принципе, на ощупь это такой специальный материал, достаточно круглый. Ну, там розового цвета бывает, бывает все какого-то. Ну, скажем, например, если вы его там несколько раз пощупаете, и потом будете на ощупь примерно понимать, что он на себя представляет. Но, тем не менее, команда должна показывать документы на этот материал, как на то, что они его купили, так и на какой-то сертификат, который подтверждает, что он соответствует стандартам. И важный момент еще в том, что сам подголовник должен быть закреплен так, чтобы он, ну, не, грубо говоря, крепление не деформировалось при приложении указанной в регламенте нагрузки в 890 мм. То есть, вот на схеме видно, что слева показано допустимое крепление подголовника, а справа показано, что крепление недопустимое, когда жесткая часть поддерживает подголовник только на половину его длины, и если мы приложим то, что силу где-то там в верхней точке подголовника, то он здесь просто сомнется. Вот это, то есть, в принципе, недопустимо. Вопрос сразу подушки, стандартам, чашки, насколько мы жестко контролируем, но не все стремятся с этой стороны. Ну, контролируем мы получаем жестко, если команда не может подговорить, что это нормальный материал, согласно регламенту, то это часа, которые, как мы скажем, в гармонии, или которые у вас, конечно, не пропустят. Ну, я предложу так, что мы контролируем сначала жестко, может, что у нас получается, хотя бы, и потом думаем, какие косяки не совсем критичны. То есть, у нас есть опция за косяки, которые не критично влияют на безопасность и на спортивную составляющую. Мы просто можем навешивать штраф, ну, так же, как в том году сделали, кое-что простили и навесили штраф 20 баллов на каждый косяк. Ну, в этом году у нас, например, у нас машин мало, у нас как бы нет цели, не допустить всех. Да, ну, дальше. Пойдемте к формировым элементам. Как я уже сказал, формированные элементы – это такие элементы, как плавные цилиндры, бочки с термоножидкостью, педали, и они не должны находиться внутри переднего квадрата, поскольку передний квадрат обычно подкупать передний квадрат, а как раз и не для этого 25 миллиметров. Соответственно, ну, как простой агитат, вот правило сказано, что они должны быть раскаянием, не менее 25 миллиметров под пластином бакса, в любом положении. Соответственно, если вот, например, ну, здесь показывает недопустимость будет, да, везде видно, что почти за сколько 30 квадратов. Здесь главные цилиндры, здесь тоже главные цилиндры. Но надо иметь в виду, что при нажатии на педаль это тоже должно выполняться. Тут я хочу это сказать. Недеформируемые элементы – это фактически перевод английского термина. Чтобы было понятно, о чем речь, это те элементы, разрушение или повреждение которых в случае определенных инцидентов не допускаются по нормам безопасности. То есть в данном случае, если вот мы понимаем, что у нас, например, идет удар с параметрами согласно регламенту, то есть вроде бы штатный удар, который воспринимает деформируемый элемент, по регламенту допускается смятие передней перегородки. Если у нас при этом отлетает тормозной цилиндр, то это как бы отсутствующие тормоза, оттечь жидкости, ну и как бы опасная ситуация. Это вот все вот такие элементы. То есть элементы тормозной системы. Да. Non-crushable object. Ну да, не разрушаем, но деформация и разрушение. Деформация. Тогнутый тормозной цилиндр, это то, что там еще разрушено. Следующий важный момент, армия формы стенки или файрбол, да, глобальное требование такое, что мы можем отделять как пилота от всевозможных зарядных жидкостей, как топливо, обождающих жидкостей. Причем не просто, то есть важно понять, как именно отделять, до какого уровня. в правиле сказано, что файрбол должен препятствовать прямой видимости от любого компонента, какой-либо системы, топливной верткости, обождающей жидкости, до шлема пилота, который, скажем так, до уровня ниже 100 мм от обреза шлема. Ну, проще на шлеме показать. Полит, можно шлем? Там в презентации на схеме это, в принципе, видно, но сейчас покажу. То есть, скажем, вот сливки лод, за ним есть огнеупорная стерка, и она должна препятствовать прямой видимости какой-либо точке топливной системы вот в эту вот зону. То есть у вас огнеупорная стерка должна перегораживать прямым линием между компонентами топливной системы и вот этой зоной шлема 100 мм от нижнего обреза. Это, кстати говоря, достаточно часто встречающий косяк, поскольку файрбол ниже он вроде сделан правильно, все нормально, но, скажем, какой-то маленький кусочек топливной системы и вот по этому правилу не проходит. Поэтому нужно это проверять внимательно. Обычно замина горловина. Да, замина горловина особенно часто, но замина горловина можно просто, например, маленьким плюточком возле горловины самой закрыть и это будет допустимо. Но есть пример, например, может он распор так делает. По-моему, так же и Питер делал. Да, он же делает нахватку. В Германии. Да, соответственно, сам файрбол, он может быть как-то алюминиевым, таким-то композитным с нанесением какого-то акимфорного материала. В этом случае тоже надо будет запирать, что он акимфорный, желательно принести оброзет. И обычно так и делается, что, если оброзет просто сжигалок, пробовать его поджечь, он не должен гореть. Вообще по композитным файрболу будет хорошей практикой докопаться, какой связующий они используют, поскольку большинство связующих, они к воздействию открытого огня относятся очень плохо. Есть специальный класс эпоксидных связующих, которые как раз таки именно не горючие и дополнительно даже самозатухающие обычных в авиации используют. То есть пускай это тащат марку и сертификаты и будем разбираться уже по списку, является ли это связующее подходящее. Да, но с полимидными проще, другое дело то, что я не думаю, что мы увидим полимидные связующие, здесь дорогие, более экзотические вещи. Так же, как всякие басмолеидные, цианинфирные и так далее. Что ваше сектор, это уплотнение стерки как с рамой и стерками на коках, а так уплотнение отверстий, которые проходят, ну, например, рулька переключения переда, какие-то тормозные линии, электролог, электрика. И если у вас сам файрвол составной, состоит из действий плестов, то также уплотнение плестов важны. И здесь, как нужно организовывать хлест листов файрвол на столах, то хлест должен быть организован таким образом, чтобы топливо, стекающее по задней стенке огнеупорных стен, по задней поверхности, оно не должно бросаться сквозь зазон, оно должно перетекать на следующий лист истекательность машины, металют. Да, это машина еще и верхнага, я люблю дарить, наверное. Ну, для этого требование про уплотнение есть. Да. То есть, конечно, сегодня интерес, но будем сказать, припорение в нормальном положении более хоряк, чем припорение. Тут есть такой нюанс, что за всю историю официального соревнования форума студент, пока переворотов не было, словом. Поэтому пока такое требование, то есть, в данном случае статистика за вот это требование. А вот горят они регулярно. То есть, в Германии стабильно пару машин сгорают. Ну, в той или иной степени сгорают. Обычно одна сгорает статистически с полным привлечением всех бригад пожаротушения. Есть плава, расходы? Я, честно говоря, не видел, но формально могут. Ну, я понял, пошли. Так, вот пока вопрос от Антона в чате. Если смола не является неупорной, то какие действия? Достаточно ли будет обклеить фольгой или это неисправимый косяк? Ну, на самом деле, как бы на любом другом мероприятии это был бы, конечно, косяк. Но в нашем случае мы можем просто потребовать просто дообклеить фольгой. В любом случае эта смола все-таки не то, что сразу вспыхнет и сожжет пилота. То есть по ситуации будем смотреть. Ну, на самом деле у нас это такой больше теоретический вопрос, поскольку я не думаю, что у нас у кого-то будет композитный фаервол. Просто в силу того, что у нас нет машин с монококом, машину с пространственной стальной рамой, я не думаю, что кто-то будет композитную стенку делать. Это пробок и это пройдет для системы на стерке на плосок. Соответственно, наблюдал так, что стекает отсюда, стекал следующий слой следующий и не имел возможности потечь это соединение. Соответственно, черный лед должен быть не менее 5 мм в переграде и употреблен наиболее распространенное плотение это алюминиевый скотч. Тоже надо его проверять, надо бросить просто кусочек тоже поджигать, потому что бывают скотчи, которые выглядят как алюминиевые, такие блестящие, но они самодорючие. Ну, там в любом случае там связующие может дарить тоже. То есть на скотче обычно всегда есть маркировка до какой температуры его можно использовать. И у нас всегда принимались тот алюминиевый скотч, у которого штатная температура эксплуатации там выше 100 градусов. хотя он при поджигании зажигалки он не вспыхивает и горит умеренно в соответствии с нормативом, который в регламенте указан. Вот, просто есть дешевый алюминиевый скотч, который прямо в нем четко внутри бобины написан до 40 градусов. и я в каком-то из видео я даже картинки специально искал, вставлял, что действительно бывает и такой, и такой. скотч используется для уходня небольших зазоров до 3 мм. Заматывает там огромные дыры и это и сам кайбол должен крепиться на скотч, но и плотами культурной системе. Хотя часто встречаются вопросы и крепления. Технически я считаю это косяк недопустимый. Скотч он не может рассматриваться как конструктивный крепление. В теории да. Ну как автомобили с монококом у них обычно используется просто монокок выполняет роль огнеупорной стенки и его просто сзади дополнительно отреивают как раз-таки алюминиевый скотч. Ну там раз золотой могут применять куда-то раз. Ну кстати я уверен что у многих этих команд связующие не огнеупорной на самом деле. Соответственно в отношении через кайрол до промокки дыры организованы желательно с помощью вот каких-то инфюперс которые стоят в вере только высокий температуру на 200 градусах. Я не раз не видел такие атмосферы но тем не менее это желательно мне кажется что-то хотелось увидеть но это до 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 тех пор пока ты не замазываешь только из отверстий умный ход не пропускать тормозную линию через кокпит пусть снаружи кокпита а потом завести в рак педаль на музу где-нибудь спереди не ну мы понимаем что это правильный конструктор в реальности делают как делают связанной с топливной системой у нас есть тоже требования по тому какие должны быть шланги какие должны быть ритинги хомуты глобально разрешаются 20 шлангов это либо резиновый армированный шланг внутри отверстия либо резиновый металлическая плетка в зависимости от шлангов выпускаются разные хомуты и штуцеры вот наиболее желательные пользуются штуцер с системой натяной тайки которая натягивается на шланг где шланг надевается на сам штуцер и внутри его разбирает между штуцером и гайкой и происходит надежное уплотнение есть там целая процедура того как правильно обрезать шланги как правильно туда загонять все скину на картинках на этом двуме не очень хорошо видно показывайте правильность ситуации применения шлангов и хомутов армированные да то есть вот например крайне правой картинке средний показан шланг с металлической оплеткой у которого металлическая оплетка срезана на 10 миллиметров туда установлен хомут хомут кстати правильно хомут и ухер да то есть также рекомендуется использовать компоненты одного производителя ну лезь пудришь там или какие-то совместно но они не различались потому что какие-то различные они все равно могут быть то есть можно ничем вопрос что считается течет течет что вас вот сейчас мы строим лицо типа вот ну кстати за рубежом они тоже так не делают ну что все и вот вот они не пускают потому что они непременно стоят то они не не он да ну наконец-то сейчас пользуются здесь пользуются неверные для фланга ну я фланг поплёк нажимать какие предыдущие показывают фланг потому что это не очень хорошо что здесь ну а ты хормутом нормальным не зажмешь а сама оплётка будет мешать а тогда у тебя конец шланг из оплётки ну он ещё и оплётка да 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 ты как дел они лучше не поскольку они зажимают материал славы и могут сами его а как это они не считаются надёжными инструктивентами не считаются что ну да показывают что нужно применять все комуты с системой блокгайп не червячные там какие-то зажимные нормальные комуты то есть это ну там тоже был гайк но он был ну да он просто пережимает и важно чтобы у самого комута края были закреплены но они не могли прокалить славы да ну важное требование в принципе я не сталкивался с нарушением что у нас расстояние между топовой системой и выхлопом должно быть не менее 50 мм в случае прямой виде если есть какой-то экран то это допускается ну скажем ну да часто бывает что у нас есть бар это допустимо если даже расстояние между ними меньше 50 мм планы чтобы стены удовлетворяя требования нет там есть еще требования в принципе здесь они относятся к этому что не должно быть тогда прямого контакта трубы со стенкой и так далее то есть от трех типов теплопередач нужно защищать конструкцию ну да не должен касаться ну просто это тоже надо иметь в виду что не просто стенка а что и воздушный зазор должен быть и защита от этого от излучения тоже ну он как бы между ним и должен да в том что на с с с с с с с с Продолжение следует... 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 Ну, суть в том, что футерка, она все-таки считается тоже элементом крепежа, и, ну, это надо тогда разбирать, получается, если их разрешать, надо тогда разбираться, соответствует ли она стандарту 8.8 высокопрочного крепежа, а как ты это проверишь? Ну, это понятно, это формально с точки зрения классификации, но с точки зрения работы соединения, у тебя, если эта футерка начнет разрезаться, разрушаться, то как бы косяк, то есть болт у тебя просто выпадет, и произойдет разрушение, да, болт выдержит, но выпадет целиком. Ну, наверное, больше вопросов нет. Короче, у них был какой-то нехороший опыт с ними, судя по всему. Ну, вообще, в регламенте сказано, вот это позитив локинг, это вот это вот контрение, сейчас как он правильно просто называется? Нет, это не просто контрение, понимаешь? Контрение, оно может быть разным, да, то есть стопорение. Оно, в принципе, должно работать так, что у тебя болт не может открутиться, не срезав какой-то материал. А если это все происходит за счет просто внутреннего трения или упругой информации, то это не считается именно позитив локинг. Поэтому, ну, наверное, вот поэтому всякая такая вот бодяга и не считается. То есть всякие пружинные шайбы тоже не считают. То есть считается нормальным контрение, то есть вся шайба с активными лапками. Надел, загнул лапки, и все, не будет сцепились, что-то. И открутить это можно только срезав лапки. Ланцевые болты, там, гайки. Ланцевые. Нет. Это контрильный. Да, да. Это значит, надо либо проволокой контрить, либо шплинтом. Вот. Ну, как бы, этот идеал просто не везде удобный и его можно применять. Так, да. Так, первый важный момент, что контрение тоже не считает надежным постопорением, кроме любых тем. Коллеги, меня слышно? Да, слышно. Отлично. Тогда вопросик. О контрении мы распространяем только вот, ну, проволокой или там, там, шайбой со скидками. Ланками мы распространяем только на глухие отверстия, глухие резьбовые отверстия. Или же все-таки, когда у нас есть гайка, ну, допустим, с нейлоном, насколько я помню, была тоже в некоторых элементах допустима для контрения. Ну, вот, собственно, мы сейчас говорим, что контрить нужны все болты. Контрить нужен только ответственный крепеж. Все остальное, это как бы, ну, на совести команда. С другой стороны, понятно, что, у меня, конечно, сейчас нет в голове примера, но если ты увидишь, что раскручивание соединения может привести, явно привести к серьезной аварии, но почему-то это не попало под определение ответственного крепежа, то техинспектор вправе потребует законтрить этот болт. Гайка с нейлоном является контрением, я просто... Является, если нет нагрева. Понял, спасибо. Ну, как бы, да, но формально нейлон, он работает тем, что ты резьбой прорезаешь его, и он там вспоминается, как бы, не в упругой стадии, а просто в нем нарезал резьбу, и он держит еще пластичную деформацию. Ну, вот считается, что вот так. Так, сейчас. Антон спрашивает, новальная гайка тоже допустима? Ну, да, то есть, эти гайки, они, в общем-то, относятся к деформированному. То есть, они при закручивании, там, деформируется резьба, и за счет этого уже осуществляется контрение. Да. Ну, по идее, причем у меня такие болты используются, потому что в буквальном случае, когда просто головка хламывалась, и, скажем, в рычаг могло это сорвать, или еще как-то. Потому что они ходят, ну, если нарисовать разрез, то здесь получается очень тоненькая стенка между фазом, как, например, шестигранник, и, ну, циклом головки и болта. Просто вы помните, а там его головку, и все. Там концентратор напряжения еще очень жестко получается, в принципе. Да, и, соответственно, на шпильке тоже использовать нельзя, поскольку нет никакой возможности проверить, на клоне класса прочности, да, там нет никакой манипулировки, но особенно часто можно и встретить точки крепления головных тормозных цилиндров к основанию академого узла. Да. Ну, вот пример неправильного использования хребежа, да, потайные, болты с потайной головкой, болты с закругленной головкой, но, например, вот если вы купили руль МОМО, то если в нем будут такие болты, использовать их можно. Ну, конечно, это выберет адекват, если там, как, ну, все сомнительные, то... Ну, считается, что это просто АЕМ-ская часть, как у нас завод. Да, 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 да. Завод производитель. Ну, да, да, да. Да, вот... По поводу того, что наращивание завода, что еще есть? Ну, любой элемент, который... Если люди, какой-то элемент, рожили, попадают, то это оно. То есть, здесь у меня есть фонталь, чайки, еще подкасты, фонталь, фонталь. Значит, ты купил эти детали с завода? Какой вот это сможет доказать? Купил рожили, чайки с завода? Соответственно, вот еще и уважили, что стопорное кольцо, оно не считается, тоже. Ну, не допускается как-то физических лепёжек. Ну, в данном случае, что это не выполняется. А чего это за собой? Это ось качалки отрезка. Привода, может, да. Да, есть какая-то заделка, ну или как-то категорик, которая торчит. На нее, национально, в эти стопорные кольцо фиксируются. Дорогая шиксируется, но это не считается... Да, ну, то, о чем я говорил, какая-то шпилька, основание главного цилиндра и еще и стопорное кольцо. Подождение, на шагу, что ли, по-веси? Да. Да, но внизу больше склада. Не, ну, на тему ШАЭСКИ это, в общем-то, нормально, это немножко компенсирует возможный перекос. Понятно. Не, во-первых, это нормальная практика, потому что бывают неточности изготовления. Бывают какие-то, там, мало ли что. То есть, если у тебя ГТЦ на шаровых шарнирах, он самоустановится, иначе ты будешь шток цилиндра гнуть. То есть, то же самое с амортизаторами. Вообще, хорошая инженерная практика, это на ШАЭСКИ будет стоять. Хотя, не все так делают. Ну, и я, например, привел то, что считается запустимым. Да, считается, буквально идти на телефоне. И вот проволока, подъемные шайбы, корочки гайки с шпитами. Ну, и да, ни шаторы резьбы, ни стопорные польцы не считаются надежными средствами топорей. У тебя про проволоку есть подробнее? Ну, соответственно, вот как должна выглядеть правильная контролька проволокой, когда раскручивание одного болта будет приводить к затягиванию другого. Ну, и, конечно, эта проволока должна быть затягиванной максимальной, а не дожатая ОПС. Можно так контрить несколько болтов между собой. Ну, это примеры неправильной контрольки. И что неправильно, наверное, что это справа. А там просто пробовать не скручь, а... Ну, и болтается. И, да, она приведет к тому, что этот болтый сэмпит расходчивается, он и начнет расходчиваться. Да, вот отсюда, сюда, сюда, сюда. Ну, ослабление, да, то есть, плюс, если она там болтается, как попало, и уже он начнет раскручиваться, появится взаимная вибрация, и он там проволоку ровно не поздно свежет. Ну, тормозные линии, они не должны идти у вас ниже угла ключиков, не должны быть натянуты при правильном положении на левом береге. Ну, там, в пути, если бедных она сделается, это может привести к тому, что у вас просто пластейки какие-то, что это не допускается. Можно специально здесь организовывать такую небольшую педельку, чтобы она при повороте колеса раздевалась и раздевалась. А колени должны быть защищены? Ну, нормирование должно быть, а дополнительно нет. И, честно говоря, я не так много команд видел, которые вообще забыли, ну, заботиться об этом. То есть, я вот, когда видео свои там делал, ну, случайно одну команду я нашел за несколько лет, что я фотографировал их разных соревнований. Ну, они, знаешь, они тормознули вплотную к рычагу и все это дело в такую плотную резиновую трубу запихнули дополнительно. То есть, там визуально вообще ее не видно. То есть, как чехлон, там миллиметра два резины. Ну, да. А я, в принципе, вот, испытание кармирования железа ушла, прям, кармирование отправил. На кромочке. Он просто лежал на кромочке. Он терся об стенку и об кромочке. Этим стенку зачернил и об кромочке прям вот, аж металл нанял. Сиреночный. Какой же способ сражения? Даже пластиковый спиралайк. Даже нормальный пластик. Спасибо. Отлично. Так, у нас уже вышло изначально холодильное время. Вот, да. Мы чуть позже начали, но если кто-то, кому-то там надо хватает идти уже, тогда спасибо за внимание, то есть, на проводе. Вот. у меня осталось 16 слайдов, но там уже не про Эпоспекцию, а про следующую проверку дадут быстрее. Вот. Поэтому, ну, я продолжу его случай. Да. Следующий момент, на который часто просто не уделяют внимания студенты, это организация надстойников для кухнировского масла, отложения жидкости. Они, ну, редко, когда их вообще нет, но обычно они просто сделаны так, что вызывают сомнения, скажем, они могут быть примотаны скотчем, пластиковыми стяжками, в них может просто быть вставлен шланг без какого-либо уплотнения, фиксации, ну, особенно, если они сделаны из пивных банок. Поэтому здесь или, например, нету трубочки, которая идет из остойника к нижней точке рамы. Соответственно, ну, рекомендуется использовать обычные алюминиевые питьевые бутылочки, поскольку они, ну, держат достаточно хорошую форму, они держат высокие температуры, их, в принципе, можно легко просверлить в праздник, в них фиксировать шланги все и крепить их, ну, как минимум, там, металлическими мутами, даже можно самые простые червячины использовать, либо как-то еще. Пластиковые стяжки используются, не очень хорошие прицепления, но которые мы не допускаем. с первым вопросом, если можно с первым вентиляцией для охлаждения не относится к себе? Относится? Нет, мы имеем в виду просто за полу или вентиляции за полу или вентиляции помоются для охлаждайки за полу а вы спросите как-то будет работать и давление как? но она например как бы у нас на радиаторе крышка такая что у нее есть пружинка складная и если например закипает она то она пружинку поднимает и начать африка нет это у всех есть просто просто это должно разобраться с кем то есть короче что правило к альмонсферой по правилу вроде бы там понятно и вопрос еще по поводу давления защитную вот эти вот семейщики даже у нас помойка и она из у меня банки у меня замечательный тот когда у меня взорвался правильный взрослый у меня из у меня банки и вопрос какое давление подавлению подавлению я в древней нет а у меня есть сапон твой маленький не правда когда у тебя там где-то опасно и как древней древней есть только по температуре подавлению древней нет я один только что слышал про паровое котел и заебал с бандой меня удивляется таким вопросом я понял сейчас ну и вот то из чего я начал говорить о проблемах частых на механической инфекции это правильный радиус округления слоу обтекателя слева показано как должен выглядеть проходной нос и непроходной просто прикладываться шаблон и смотрим как он протекает вот важный момент что где именно это должно быть обеспечено сказано что этот радиус округления должен обеспечиваться на секторе 45 градусов то есть там центральный кусочек зооптекателя я скажу через около досье на самом деле вопрос где брать точку то есть мы можем здесь а если мы вот так что нос отмечил он вообще не просто суть в том что с нам шаблон мы можем приложить сверху нос но тогда просто мы должны немножко получается помнить про это требование про телесный угол он меряется 45 градусов меряется получается от продольной с автомобиля то есть если сверху прикладываешь если какая-то выпучка получается под другим углом то надо пропустить то может помнить с какой точки будет скверяться я думаю это правильный ответ что может контактировать с но при наезд не понятно при фронтальном наезде может контактировать должно выполнять не ну дальнейшее кувыркание бабки не рассматривать первичный контакт по колено ты дашь наверное все-таки носом а не сразу главный другой технически да да но наверное следовало бы так написать в регламенте просто передняя наиболее выступающая часть автомобиля на самом деле это антикрыло да просто тогда начнутся начнутся всякие хитрости когда там массивная стойка крыла и они скажут это крыло а это не крыло там начнутся разбирать где крыло переходит уже просто пластиковый обвес придется разбираться с точки зрения аэродинамики где создается прижимная сила где нет не только мидия прижимная так вот представителей нет но по открытиям у нас тоже есть крепление по радиусу скупления горизонтальные кромки должны иметь радиус скупления 5 мм и не больше вертикальные 3 мм и шаблон есть да есть и для всех остальных кромок обвеса минимальная радиус 1 мм то есть это например кромка воздухозадборника между колес партологом единственное что у нас шаблоны вырезаны на гидроабразиве соответственно да у них там точность этого радиуса на плюс минус полмиллиметра то есть именно это заметно на маленьком радиусе потому что 3 мм шаблончик не надо торопиться сразу выгоняйтесь у кого-то не прокатилось действительно ну это тоже сохраняется в принципе старший пост изолент витамат вбивать ну вот поэтому у меня информация по наконец-то заканчивается я честно не все отключить есть еще два важных документа как вот это документы ну это таблица на несущую систему автомобиля которая скажем подтверждает то что конструкция несущей системы эквивалентно и удовлетворяет требованиям регламент этот документ присылается заранее ну организации соревнований и ну соответственно проверяется заранее так и когда вы уже работали с тех инсекцией этот документ считается проверенным поскольку команды уже на braid и вам скорее нужно проверить не то как документ на форум что это делается заранее а соответствует ли то что указана документе тому что ты вся машина переставляет То же самое относится к импактному адресу. Также вам надо будет проверить то, что прошло в отчете, те размеры, те материалы, они действительно представлены в автомобиле, и что, например, испытательный образец, который они должны предоставить, он действительно соответствует тому, по фотографии, по размерам, кто был указан в отчете. То есть это уже такая более простая задача. Просто сверить реально по автомобилю, что, как вы видите, команда должна приносить эти отделки с собой, и вы должны также проверить в свою систему и в случае с рамой это достаточно просто, поскольку вам достаточно просто проверить размеры труб, диаметры, проверить толщину стенки в дугах, и, в общем-то, этого достаточно. Ну, визуально просто посмотреть, что, да, рама, которая на лицо, она по конструкции такая, как и показана на картинках в сессии. Там прям есть вкладка, где картинки шасси. Так, ну и после прохождения механического эффекта команда может проходить тест на наклон, на прокидывание, проводит его на испытательном наклонном столе. Здесь показан немецкий стол, где платформа наклоняется вместе со стойкой. У нас конструкция стола немножко другая, у нас стойка неподвижная, и платформа поднимается, сдвигается к стойке, то есть ее нижняя точка контакта с основанием. Автомобиль, соответственно, наклоняется обеими сторонами, сначала одной, затем другой, на 60 градусов. Раньше было 45 и 60, но сейчас, в принципе, ставят только 60, и на этом угле наклона не должно быть никаких встречей, и не должно... Колеса не должны оторваться от платформы. По понятной делу, что отрываются обычно верхние колеса. Поэтому важно не забывать стартовать автомобиль, чтобы он не перевернулся. Ну и, конечно, особое внимание выделяем топливному баку, линиям различным, фитингам и так далее. И также смотрим, что у нас не протекает обратный хлад на взрывной горловину, и автомобиль, по-моему, должен быть доправлен перед этим. Да, конечно. Надо отметить, что внимание на топливный баку подселять не только во время, но и в том, что, чтобы приобретать, бак должен быть заправлен. Да. Потому что в одном времени вас заправлено, в первом направлении, который заправлен будет. Ну да, это обязательно требование проверять, что бак заправлен, проверить просто, у них должен быть уровень топлива где-то на смотровой вот этой трубочке. Да, и после продолжения частотного наклон, команда может допуститься в зону работы с двигателем и проходить тест на уровень шума. Но во время этого теста проверяется не только уровень шума, но и работа электрических выключателей и работа электронного бросьбика, если он используется. Соответственно, по уровню шума у нас есть два предела. Один для минимальной частоты вращения холостого кода, которая у каждого двигателя своя, но уровень шума не должен превышать 103 нацбелла. И для максимального частотного вращения, которое высчитывается по средней скорости поршни. Для разных двигателей это разная частота вращения из-за их превышенного задуманного механизма. Мы подсчитаем отдельно, и будет табличка, где указано, с какой-нибудь частотой вращения, мерить максимальную шума. Форма, ты его записываешься частотой? Да, но ее считают амбонизаторами. Ну да, да, да. Это у немцев, они знают, что это вроде автоматизика, которая происходит. Нам надо будет вручную записать, пока еще так не автоматизировали. И важный момент, что уровень шума не должен превышать 110 дБ во всем диапазоне оборотов от минимальных до максимальной, соответствующей средней скорости поршни. У нас есть миграфон, там указано в регламенте, какие настройки, как это замерять, на каком расстоянии. Есть шаблон, который вы прикладываете к устному отверстию трубы и меряете. Если, например, есть команда Гамбова, у которых два укрытия, два выпускных отверстия, тогда меряется у каждого и берется максимально. Максимально, значит, берется. Соответственно, проверка электронного дросселя. В принципе, она относится к тому, что мы должны убедиться в том, что дроссель в случае какой-либо неисправности закроется. То есть мы отсоединяем все возможные разъемы, разъем датчика положения питания, разъем датчика положения на слонке. Троссель должен открутить и закрыться. Мы отсоединяем питание, тросина на слонке, она тоже должна закрыться под действием пружины. И при блокировке, ну, просто засовываем там, например, какой-нибудь карандаш или ручку, ну, что-то такое, более-менее крепко, или отвертку. И она привлекает вас к дешевому. Да, это если мы ее отпускаем. Ты не должен ее отпускать. И блокируешь заслонку, препятствуешь ее полному закрытию. В этом случае должна открутиться зажигание, топливоподача. И должна быть невозможной, должен быть невозможным повторный запуск двигателя, пока заслонка полностью не закроется. Поэтому, ну, пальцы, в общем, туда совать точно не стоят, потому что эти электронные заслонки действительно мощные, и палец могут повредить. Ну, да, но, к счастью, они еще такие маленькие, что палец не повредит. Вот, но, кстати говоря, это важный аспект, потому что, например, есть же дизельные заслонки, просим, и они нормально открыты. То есть, когда питание тебя не снимаешь, они открываются на 100%. Я, конечно, ну, слава представляю дизельную заслонку, там, диаметр под форму студента 30-40 мм. Ну, можно предположить, что вдруг какой-то появится, тогда оно не пройдет. Поэтому это нужно проверять. Да, вопрос. Реклама, я не помню. Формально, по-моему, они не запрещены. По-моему, не запрещены, да. То есть, просто их никто не использует, потому что все, в основном, все уже мотоциклетные двигатели, относительно новые, уже без них. Ну, это геморрой был, получается, все запеределывать. Да, да, да. Ну, и третья проверка во временности на шоу, это проверка средств включателей электричества. То есть, это кнопки включения электричества системы, установленные слева и справа на главной дуге. Это кнопки, кнопка установлена в кокпите, чтобы пилот его мог привести в действие. И мы должны это проверить, что он действительно это может сделать. Но, в принципе, это будет видно еще на преинспекции, когда он выпрыгивает. Проверяется инновационный выключатель электричества системы. Ну, тут я фотографии не нашел. Ну, обычно, он такой желтый выключатель, установлен где-то в салоне или внутри кокпита. В салоне, в кокпите, да. И проверяется, ну, с трекерами. Иногда даже достаточно его просто стукнуть, не снимая с рамы, и он сработает. И потом просто нажимаете и движете обратно. Выключатель при проваливании тормозной педали, ну, обычно выглядит либо как кнопка, либо как какой-то флажковый переключатель, который стоит за педалью и активируется, если пропало давление, и педаль проваливается. То есть физическое его действие мы проверяем на количестве инспекций спускает тормоза, а его электричество, соответственно, на тормозе. Ну, да, так вот правильно. Мы проверяем, получается, вот здесь электричество функций, а после гонки на выносливость мы уже спускаем туда давление, ну, откручиваем штуцов и нажимаем педаль. Так, и система контроля совместного использования педалей, как она BSPD, Project System for Mobility Device. Ну, это относительно новая система, 2016-2018 года она используется в классе ДВС, в классе электрика, она уже давно. Ну, это система, которая просто отрубает электросистему автомобиля при этом времени нажать на газ в тормоз. Как так, ловите, получается? Не нажимаете? Не нажимаете. Ну, там сказано, что не при любом нажатии. То есть при нажатии тросили с педалей коллератором больше, чем на 25%, и при нажатии на педаль тормоза, когда давление больше 30 пар, создаётся. Понимаешь, считается, что ты студент, ты просто так с педали не едешь, а если вдруг ты думаешь, что педали тормоза, ты можешь загоняться, тебе нет, если ты загоняешься, значит тебе плохо, ты уже не в адеквате, и где произошло что-то серьёзное, и надо их лучше двигаться. Вопрос непрофессиональных, то есть система нужна именно для этого. Ну, у электриков она понятно, зачем нужна эта ещё очередная защита, чтобы они просто случайно сами никуда не поехали, когда им надо тормозить. Ну, вот решили и ДВС компестиции от требований. Ну, я про него там ещё отдельно, потому что я расскажу, при включении любого таких получателя должно происходить о включении от чеканий, потому что... вот здесь показано, как он может выглядеть из машины, да, то есть какой-то сбор и кнопка. Вы проверяете, как ты кнопка нажимаете во время теста на шум, а потом уже, если они финишируют выводки на выносливость, мы раскручиваем задний правый шпуцер на суппорте, и, ну, выкапливаем водородкой, и продавливаем. Вот, немножко про БСПД. В листе этой конструкции написано, как именно его проверяют. Там до сих пор, ну, я бы старался поправить все неточности, но до нынешнего года там были некоторые неточности. В частности, допустим, ситуация, когда у вас, то у вас, в машине установлены датчики давления в тормозном контуре, датчик положения, и вот происходит сравнение этих значений, и, ну, если, скажем, они оба превышают пределы установленные, то происходит отключение электросистемы. И можно подумать, что, скажем, потеря одного из сигналов считается уже в поводу отключения, но нет. Если у вас, допустим, отсоединен разъем датчика давления в тормозном контуре, при этом педаль газа отпущена, то система не будет срабатывать, а сработает только в том случае, когда вы педаль нажмете на значение больше 25%. Несоветственно было в том, что в регламенте это прописано в самом низу пункта про критерские сигналы, и даже я, например, этого и не видел, а в листе техинспекции, которые мы используем, использовали в прошлом году чисто немецкий, было прописано, что при отключении одного из датчиков должна сразу срабатывать система, а она срабатывает только при нажатии педали второй. Соответственно, это запускает ситуация, если кому-то интересно, вот тут приложена схема какого-то стандартного устройства от организаторов соревнований в Термании, это просто логическая схема, как она работает, и можете посмотреть, и там, в принципе, становится ясно, что действительно так оно и работает. Приводично. Соответственно, важно, чтобы на тех аспектах вы могли оценить каждый провод сигнальный, не должно быть там каких-то общих разъемов, мы должны каждый поддельный иметь возможность отсоединить, это прямо прописано в регламенте. Скажите, возвращаясь к вопросу о выключателе массы, который находится за педалью тормоза, мы должны проверять его работоспособность путем как раз таки выкручивания штуцера одного из них, ну, одного из штуцеров на тормозной системе и прожатием педалей тормоза до выключения, то есть мы должны так проверять перед выпуском автомобиля, то есть на техинспекции или только уже после гонки в закрытом парке это делается? Ну, это сейчас, на данный момент, это делается после гонки на выносе в закрытом парке. В принципе, это можно внедрить в первичную проверку, просто я думаю, что это не было сделано, поскольку это занимает время. Команде потом нужно прокачивать систему загла. Ну, я просто к тому, что если вдруг я вижу, что там механически педаль не попадает на этот выключатель, то есть имеет ли смысл заставить их это провести, продемонстрировать работоспособность на выключательном? Тут имеет смысл это сделать, чтобы потом они, ну, чтобы у них была возможность исправить. То есть если мы видим, что реально косяк может случиться, то лучше проверить. У нас времени хватает, а команде потом будет обидно узнать, что они дисквалифицированы с гонки. Поэтому, да, лучше проверить, если есть сомнения. Соответственно, у нас при одновременном нажатии на педали происходит исключение электросистемы и оно исключение возможно только через 10 секунд при условии, что педаль отключится. Ну и последняя проверка это тест отможения. Автомобиль должен разогнаться, скорость никак не определенно, то есть раздвиняешься до любой скорости и тормозишь вместе, которое заранее показывают официальные лица. Автомобиль должен заблокировать все четыре колеса одновременно и должен затормозить более-менее по прямой траектории. Ну там может быть с небольшим совсем отлоением, но его не должно высказать на 90 градусов. и момент торможения педаль не должен заглох на двигатель. То есть мобиль остановился, двигатель работает, то ему показали окей или не окей, он дальше продолжает движение на выезд или на вторую кругу. Тут есть нюанс, скорость у нас в регламенте не оговорена, но все-таки если она совсем медленно, то это как бы не очень хорошо, то это может вообще наоборот холостого хода подкатиться, это будет не тест торможения. Ну какая разница, то есть если он будет ехать 10-15 км в час тоже не очень. Просто если с очень низкой скоростью он заблокирует колеса, мы не сможем понять, не уводит ли его в сторону. То есть он слишком быстро остановится, мы глазами можем не заметить насколько большой разброс был и не уводил ли его в сторону. То есть я думаю тут пилот надо будет инструктировать, что мы им дадим какую-нибудь зону разгона наверное тех же метров 30. Ну 30 может быть многовато. Ну смотря кто как разгоняет. Просто мы же еще не знаем кто-нибудь тормозит. Да, то есть зачем мы едем на большой скорости куда-то или просто на большой скорости а как ты проверишь? Правильно радаром усложнение все начинается. Обычно визуально просто непосредственно руководитель на данной дисциплине он определяет если автомобиль ехал слишком медленно и он не понял что произошло вообще то не за но бывает не так просто не так сложный это использовать люди а если сомнение то спешит выходит из стран и в 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 Приважный момент, что форма стоп-сигнала строгая у нас либо круглая, либо оважная, либо прямоугольная. Не должно быть там каких-то эмблем команды, не должно быть там маленьких полосочек. Да, да. Ну да, потому что едем при команде, опять же, скандал, которые сделали стоп-сигнал в форме своего логотипа. Там будет Орел, там какие-то там на визу. Нет, крестата нет. Команды страны. Да. Ну, и, конечно, на этом заканчиваются все пассудоры входной техоспекции, но техоспекторы продолжают свою работу на выпуске на дистанцию и, ну, в закрытом парке. Все делается достаточно быстро. Перед выпуском на дистанцию мы проверяем затяжку людей, декабировку, как мы уже обсуждали в начале. После теста торможения тоже проверяем течень. Да, 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 хорошее дополнение. Вот когда он тормозил, визуально все в порядке, он все равно должен остановиться потом на выезде и должны проверить юридичность его тусора. Вот как раз у нас, по-моему, у Белгорода было, в парке Горького, в парке Горького. У нас и Бауманг, по-моему, в 18-м году потело в состоянии торможения. Да, я помню, в парке Горького, я помню, в этот год, и потение проверяли путем, засаживали эти машины, я тут нажимал... Это тоже, наверное, конечная инфекция, да. Есть требования по усилию, которые должна выдерживать педаль. Да, это другое. Да, там педальный узел не должен деформироваться, ну, не должен, значит, деформироваться. При прикладывании 2000 ньютонов, ну, обычно это просто садится человек и давит за все дуги. Ну, кстати, шутки шутками, вот у меня брат, у него, когда была станция техосмотра, на тормозном стенде он реально сломал несколько педалей автомобиля. При редком ударе штатные педали на серийных автомобилях могут ломаться. Ну, для главы. Ну, да, важное дополнение. Ну, то есть мы проверили экипировку, проверили, там, что же все застегнуто, заправили, что надо было... Вот часто балаклава исправляет, там, бородник, просто кресит. Пробираются люфтые колеса и речь там новая система. Не надо там усердствовать, просто так пошатали немного в одной плоскости, в другой плоскости. И, соответственно, когда они проехали свои заезды и выезжают через зону динамики, мы проверяем экипировку. Проверяем шоку заднего угла, проверяем зоны вокруг колес, где не должно быть никаких аэкономических элементов. Проверяем все утечки и работоспособность системы контроля на тормозе и нажатие детали. Конечно, если мы видим, что там хоть какая-то другая поломка есть, то тоже мы это отвечаем. Это повод к длинным результатам. Ну, формально, да, там будем смотреть, что конкретно. Да, и у него течка, когда еще есть. У вас что течка? 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 Да, если он хочет. Ну, мы это, наверное, никак не проверим. Значит, ему повезло. Ну, наверное, он долго еще не поменял. В любом случае, если у нас возникают какие-то косяки, проверки в закрытом партии, то автомобиль сопровождается в зону техинспекции, и там уже точно проверяют, действительно ли там какой-то косяк или нет. Потому что, ну, в нашем случае, в принципе, это можно делать сразу же, поскольку у нас очень мало участников. В Германии огромная очередь, там, 10 машин, они все там заезжают. Просто надо быстрее всех выпускать, чтобы не было там скоплений на выезде. Поэтому косяк обнаружен, все, машину сопровождают в зону техинспекции, и там уже анализируют более подробно. И техинспекция закрытой партии после низшего конкурсного выносливости, она несколько более подробная. Мы проверяем, также еще помимо клиренса, рестриктор, более тщательно проверяем размеры аэродинамических элементов, высоту, высоту не только заднего крыла, но и высоту, например, понтонных, высоту переднего крыла, и работоспособности выключателя, который стоит тормозной педалью, и инерционного выключателя. Это сокращение дужности, да. Я просто решил, что надо сохранить. Ну, вот, собственно, на этом заканчиваются все проверки, которые мы проводим на соревнованиях. Если есть вопросы задавателя, если нет, у меня там есть просто примеры, для чего мы вообще всем этим занимаемся. Вот. То есть такие картины, они реально... Верхняя и левая знакомые. Да, они происходят, если кто не шутки, и мы поэтому все эти требования есть. Это другое тоже. Нет. Это разные машины. Третья машина. Верхняя и левая, это спины, вот шестой и седьмой. Тут уже... Ну, в общем, на самом деле, каждый год парочка машин загорает. Да. Вот это, например, по кадрам показан инцидент, который был в Венгрии, он 12-й, да? Ну, в общем, инцидент, который привел к тому, что в Венгрии стало на одном соревнования меньше, поскольку там были соревнования. В 18-м. В 18-м. Да. В 17-м. Свежая, свежая. Мы когда вот паркурку готовили, это был как раз-таки пример, который мы использовали, когда объясняли, почему не надо рядом с этапами ездить и так далее. Что-то относительно свежая. Да. Ну, в общем, этот фрагмент, я не знаю, если он свободный инструмент, но он точно есть в ролике у Андрея на канале. Я сказал, вы можете его найти там. Да, автомобиль, включал управление, вылетел. Вот здесь, ну, не очень хорошо видно, но здесь стол. Вот и все. Ну, было как бы близко. Все равно, да. Потому что попасть в столб. И, наверное, один самый жесткий инцидент, формер-студент, и относительно свежий, который произошел на, наверное, плохо организованное соревнование, я бы сказал, соревнование в Андории. Это машина, польза командно-процентра инцидент, которую, кстати говоря, должны были приобретать в этом году, но из вируса инцидентов. Ваня, они просили не упоминать их название, а применить только к этому инциденту. Ну, в общем, на самом деле, их вины здесь особо нет. Нет, их вины нет, они испугались то, что спонсоры университетов скажут, а я ею за то, что они поехали на соревнования, где недостаточно уровень. Но проблема в том, что тоже, вот, потерял управление, и... Да, я просто скажу, на самом деле, это уже обработанные фотки, я просто, чтобы опубликовать их, по их пользователям, затирал мототипы все. А я еще ответил, чтобы помнить, я думаю, что это не менее... Ну, да, автомобиль, в общем, потерял управление и въехал от ГАРД, который был сделан не по правилам для архива, не по дороге, не по дороге, не по дороге. Это была, на самом деле, это была практика даже, потому что это неспортивная дисциплина была. Зона тестов, где им дали покататься, чтобы они настроили автомобиль. Вот они потеряли автомобиль и заскочили под ГАРДРЭЛ. У них... Этот автомобиль уже достали, у них ГАРДРЭЛ вот здесь срезал сверху амортизатор и остановился вот здесь, на этих распорках главных. Ну, да, то есть такой звоночек был пилотом. Ну, да, там какое-то легкое сотрясение, то есть там пилота его увезли в больницу, там много всего было, там еще и скорая не сразу приехала. Но на следующий день его, короче, отпустили все. Сотрясение? Не очень понятно. Неизвестно. Ну, может быть, не знаю, я вот это вот не помню, долетел ли он. Ну, в общем-то, в случае, где-то косяк, это косяк, там, наверное, студент в машине причем, это косяк организации, потому что они так по площадке включили. Но, тем не менее, это как бывает, поэтому нужно тщательно проразить автомобиль, чтобы максимально снизить отлично все. Ну, да, в заключение, я рекомендую, чтобы все было безопасно, все были здоровы, и чтобы не взрывать репутацию наших соревнователей, так и проект в целом. Ну, всем спасибо за внимание. Вопросы, если есть, задавайте. Если нет, то тогда увидимся уже другого. Другого. Ну, у меня вопрос про дифференциалы, я думаю, что у меня есть. Задавай. Погодите, в чем я еще не блокировал, что у меня есть, или нет. Самоблоком. Ну, в регламенте у нас ЛСД. Да, в регламенте ЛСД, но, мне кажется, они все-таки имели в виду самоблок, а не конкретно фикционный тип. Потому что, ну, тогда странно, тогда, получается, мы Торсона должны не считать самоблоком. Ну, а Торсона – это самоблок. Мне кажется, это какая-то. Формулировка хреновая в регламенте, да, но я считаю, что речь идет о самоблоке. Потому что по сути вообще регламента, о чем говорится, речь идет именно о самоблоке, а не о конкретном типе самоблока. Ну, хорошо. Мы считаем, что любой из самых повышенных тренеров не является... Я думаю, любой. Любой из самых повышенных тренеров, любой из самых повышенных тренеров не является... Да, я думаю, да. Просто, возможно, они так написали, потому что... Я, честно говоря, вообще редко видел в последние годы червячных молодых на форме студента, и они просто не подумали и написали. Немецкий регламент, он как бы тоже не... Скажем так... Так, стоп. А у нас... Подождите, ну... Нельзя говорить в храме о том, что Боженко чего-то не знает. Как ты можешь сказать в храме о том, что... Что-то не знает. Воля. Вот здесь. Воля тебе почудил. Это свидетели опорта. На самом деле... Это были лучи от Венера, отражившиеся в этом... Как в парах метана. Мы не можем... Ну, подождите. Ладно, базарить. На самом деле, в курсе деталей машин все знают, что червячная пара, которая используется внутри, имеет свойство самоблокирования. Самоторможение оно называется в курсе деталей машины. Вот. Обычно просто никто не понимает, где там червяк, а где червячное колесо внутри. Поскольку они утапываются, скомпонованы... Я не знаю, что я спросил. Теоретически. Давай мы это не в рамках семинара обсудим. Ну, короче говоря, если у вас ряд выпустил решение... Борь, ты в жизни не залезешь в эту дифференциалу, не будешь смотреть, как он... Суть не в этом. Я сейчас объясню. Суть в том, что мы это решение выпустим, когда мы увидим такую машину. Мы прямо на месте его выпустим. Суть в том, что у них самодельный корпус. А значит, они должны доказать, что там реальная червячная блокировка внутри. То есть, суть не в том, что там вопрос был не к червячной блокировке, а к тому, что мы не знали, что внутри. Потому что другой корпус был. Вот они взяли червячную блокировку и изготовили свой корпус. В этой ситуации у нас как бы нет гарантии, что они там, червяки, не заменили чем-то другим. Или не поставили их как-то по-другому. Ну, вообще мы закопались, потому что не может депресса, потому что тормоз один был. Адельно носит. Ну, тогда попадает под этот путь. А если тормоза, то у нас вообще не могут депресса. Технически, да. Технически, да. Вот, тем не менее, в случае... Ну, я просто сейчас не вижу смысла разводить ручную писанину. Как бы практически все, кто не понимает, о чем речь. Я думаю, да, что те, кто бы узнавались... Ну, неизвестно. На самом деле, вот по фоткам, которые я видел, у них достаточно сильно машина изменилась. Антон опять выкинул. Ну, они поменяли схему гибкие. То есть, я думаю, в такой ситуации им тяжелее накосячить. Когда один плавный радиус большой, чем когда вот то, что у них было толстым. Ну, я думаю, они как бы поняли свои ошибки. В этом случае, судя по подаче документов, они реально стараются. Ребята, в этом плане, как бы, тут важен не уровень, который у них уже есть, а динамик. В отличие от некоторых других команд, которые исчезли куда-то. Ну, я думаю, как в прошлом году. Ну, в этом году у нас еще плюс. У нас волонтеры будут, я думаю, часть из них будет назначена контролерами паддок. Те же ребята из МЭИ, они уже примерно представляют, что такое соревнование. Ну, они нормально, как бы, в курсе. То есть, их можно ставить контролерами паддок. Они всех подозрительных активностей неправильных, когда там будет облаканистер. А, ну, конечно, попробуем. Позволь быть, но тем не менее. Вот, они будут подкладывать. Да, будут подкладывать. Ну, это да, это обязательно. Так, ладно, ребята, которые в зуме, у вас еще какие-то вопросы есть? О, организационный вопрос. Будем ли мы как-то делиться на бригады и распределять обязанности внутри бригады для оптимизации? Ваня, это к тебе, наверное. Ну, я думаю, на самом деле, на первый день только не сделать заранее. А в том, что я придерживаю вопрос, чтобы максимально люди меняли посты по дням или даже на течение дня. Все попробовали, ну, на каждом посту поработать. Ну, это нормальная тема. Честно говоря, у нас даже машин маловато, чтобы все успели везде поработать. Да, да. То есть, если представить ситуацию, когда все машины быстро пройдут в техинспекцию, они просто ее пройдут быстро и все. Но, да, я думаю, это нормально. Ну, да, нет, конечно, быстро они не пройдут. Просто статистически это известно. У нас 5-4 лет, я не знаю. Да. Ну, единственное, для кого конкурироваться, это все, кто работает парк-гумблеров, что они будут выведены, какой-то, 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 какой-то. Так, я думаю, и так же сделаем просто отлично и будем... Но, кстати говоря, мы с Андреем уже обсуждали, что, чтобы у нас будет несколько машин, скажем так, выставочных, мы на них будем в доводное время практиковаться. И, ну, скажем так, новички вот этого года смогут просто попрактиковаться на машинах, которые все равно не будут участвовать. Видео, как мы взяли, не имею в виду. Да, замечаю. То есть время будет оставаться, что еще делать. А машины стоят. Заодно и заодно и пойдут какие-то фотографии, больше активности на фото лучше. Так, Антону все понятно. Это очень хорошо. Ну что, спасибо, ребят, кто присутствовал. Здесь какие-то вопросы, значит, чат есть? Ваня, презентация ты разошлешь, да? Да, я пришел сегодня. Ну, я видел там список полезных материалов, ты уже рассылал. Так, ше. Вот. Ну все тогда, ребят. Спасибо. Я закрываю трансляцию. Семинар, ты записал, да? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...